Московская область среди других регионов считается лидером по строительству жилья, но здесь, уточнил губернатор, важно отслеживать его своевременную сдачу. Слишком много жалоб поступает в последнее время от жителей. Что пишут жители? Договора долевого участия, за которые заплачены деньги, не закрываются в срок. То есть жилье в срок не строится, не сдается. Я не говорю, что всегда, но есть эпизоды, есть моменты, когда строительные компании задерживают предоставление жилья на 3, 6, 12, 18 месяцев. Это не обманутые дольщики. Это люди, которые ждут своих квартир по договору. И это беспокойство выражается тем, что люди платят ипотеку раз, люди арендуют жилье, пока ждут свои долгожданные квартиры. И люди нервничают и передают нам пламенный привет по поводу того, что, может быть, вы все-таки попросите строительные компании, чтобы они сдавали тогда, когда написано у них в контракте договоре. Я считаю, что это справедливое требование. Андрей Воробьев дал поручение заместителю председателя правительства Московской области Герману Юлианишкину и министру строительного комплекса Подмосковья Сергею Пахомову поручение аккуратно, вдумчиво, но вместе с тем жестко провести работу со строительными компаниями, не ставить жителей в неловкое положение и не задерживать получение квартир по договору долевого участия. Прошу в течение февраля месяца эту работу провести и доложить нам публично, открыто. Кто задерживает? Может быть, никто не задерживает. Может быть, это что-то заблуждение. Отлично. Будем только рады. И, конечно, можно сопровождать дальнейшую работу по так называемым проблемным дольщикам, имеется в виду проблемным объектам. Дольщики у нас заплатили деньги. И максимально информировать, Сергей Александрович. Основной темой сегодня губернатор назвал ремонт региональных и муниципальных дорог. Как было озвучено на заседании правительства, в этом году на эти цели добавлено 400 миллионов рублей. Общие субсидии составят около 2 миллиардов рублей. Начальник главного управления дорожного хозяйства Московской области Константин Лишкевич доложил, что общая протяженность дорожной сети области составляет 39,6 тысяч километров. Сергеево-Посадский район, к слову, относится к муниципальным образованиям с максимальной протяженностью дорог. В 2016 году, кроме дорог, продолжат комплексно благоустраивать и дворы. Активные работы коснутся парковок, детских площадок, зеленых зон. В планах благоустройство не менее 10% дворовых территорий Подмосковья. И вот с какими результатами эта программа была освоена в 2015 году. Было сделано 1610 дворов. Причем впервые была проведена синхронизация, о чем сегодня докладывали. Тысяча почти дворовых территорий было полностью синхронизировано с ГУДХ по ремонту асфальта. То есть жители получили такой нормальный, полноценный, комфортный комплекс. Заявлено было, сразу скажу, почти 1800 дворов, но при проверках административно-технического надзора Татьяны Семеновны по 200 дворов недосчитались тех или иных элементов, поэтому их из результатов исключили, тем не менее, плавно перевыполнили. И 1610 дворов – это результат 2015 года. Губернатор области поинтересовался, оснащены ли всем необходимым дворы в новостройках. У нас с вами 13 300 дворов, и очень хочется, чтобы каждый новый двор в новом микрорайоне, в новом квартале, он все-таки был уже по самым современным стандартам. Чтобы не получилось так, что мы опять с главами территории наводили там порядок за бюджетные средства. Министр строительного комплекса Сергей Пахомов доложил, что все дворы новостроек оснащены всем необходимым. Наталья Артемова, Михаил Жучков, День города.